Владимир у нас лучший нападающий, мы сейчас расскажем историю одну. Играли с армянами и проиграем 5-0. И у армянского вратаря руку подвернулся. И Володя становится за армян в России. Мы сравниваем счет, выиграем уже 6-7-8. Армянский капитан подходит и говорит, возьмите его обратно в команду. Сколько вам надо денег? Это Олег Кожи мягкий. Скажем, это отгопатный сериал. Ну, я должен признаться, что как футболист, даже на любительском уровне, я поставил... Отличный. Отличный. Ладно, Володь, спасибо тебе. Тоже стало, тогда у меня денег не было, а сейчас все, что зарабатываю, уже 70 тысяч. Пока нет, но через год получу, надеюсь, я буду самостоятельно снимать даже фильмы. И ставить сконтакт на свою линию. Как у вас вообще? Сейчас, это первый. Первый, первый. Первый, грустно, но она мне, с одной стороны, принесла популярность. Я был человеком года, 1994-го. Вопросом читателей опередил нашу приводону, Аллу Борисовну Сфини. И даже президента Ельцина 10 баллов. Но работа, как мне сказал, Дарья Сокрова. Володя, ты так ярко сыграл. Люди был плохим. Так что сейчас я режиссеры просто не видел в них ролях. Ну, я играю на большие роли, чаще всего в себя. Ну, в театре. Так, ну, играю. Финансово вообще, у разбитого корыта. У меня есть работа, у меня есть денег. И спасибо двойникам, которые меня вот похватили. Помогли мне встать на ноги. Я с ними тусовался. Ездил на всякие презентации, с ними на корпоративы. И благодаря двойникам я ее уже в чрезвычайном роли не чувствовал. Нельзя сказать, что их сильно приносят. Так, по телу, там, 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 там. Так, больших денег пока что не имею. Зарабатываю и мечтаю об этом. Чтобы быть независимо, если со мной снимать кино, как продюсер, может быть, испытать спектакль, искать, как у нас, как у вас продюсер. Все, как раз того, что с таким мыслью мы делаем, забывая от лучших целей, где я, оттуда, что у человечества. Ну, есть автобиографический фильм. Ну, главное спектакль. Я учился на компьютере драматуре под руководством Михаила Филиппевича Шатрова. И на одном материале написал две пьесы. Вот. Ну, с разными сюжетами. Например, пьеса перестройка. В стране происходят социальные перестройки, а внутренние мои герои. Как они приспосабливаются к капитализму? Исходя из своих возможностей, интеллекта и внутренней культуры. И пьеса «Рождение младенца» она более любит. Это, значит, рождение России, новой духовной России, которая улучшилась Богом. Это пьеса обобщения, пьеса перераспределения нашей истории, смысл которой, чтобы мы построили Кабуис, потому что мы устроили без Бога. Как самый герой христианства на Руси, это Слово, это ее духовные стежки, из которых мы развалились, рассыпались, как когда-то великие примири нас ползали. Вот, и там как бы все это анализируется, и вот герой в тещи говорит, вот вы ругаете демократов, а ведь это в вашем члене, это наши вчерашние комсомольцы. Это вы уже шаги, потому что Бога нет, есть коммунистическая партия, потому что вы, расстреляв царскую семью, вы срубили нашу культурную сумму, традиции русский подкорье. И учитывая, что религия, она дисциплинирует людей, вы рубили сумму, на котором вы не сидите, уничтожая всех и расстреливая священников. Ну, мне кажется, все опять развивается по сценарию 4 года. Тогда, если вы помните, объявили, что Мавроди якобы не заплатил налогом, чтобы дискретировать его. Сейчас они объявили, что он якобы так заплатил штраф еще. Ну, это же смешно. Это просто повод, чтобы Мавроди арестовать, дискретировать, создать панику среди вкладчиков, чтобы вкладчики побежали забирать свои деньги. Они понимают, что Мавроди всем не смог бы платить сразу. И тогда молодец скажет, а, вот мы вам говорили, чтобы Мавроди вас обманил. Вот он, вы не послушали, вот получение свое. Ну, сразу ни один бат не оплатит за вкладчик. И Мавроди. Конечно. Что-то из два дня. Согласен страху, как от Теремиди и Украины? Ну, это будет все зависеть не от Мавроди, от наших чиновников. Вот насколько они... А, вот, Калу Теремиди, да? Если я использую, то... Соблюдает законы, хотя для наших условий закон не писал. Мне еще год назад один молодой парень, он работает в правительстве, он говорит, Владимир, я посчитал, что те 15% посадителей, которые готовы купить акции, если они потратят на 100 баксов, то получится 2 миллиарда долларов. То есть сейчас, ну что я закончу, 2 миллиарда долларов. Многие банки недосчитают со своих миллионов. И под всякими благовидными предлогами они постараются отнять уступление. То есть, к сожалению, прогнозы сбываются. Сейчас всякие провокации. В том году даже меня пытались купить. Вот, я здесь звонил, я звонил, говорю, Володя, хочешь заработать тысячи денег? Я говорю, и что я должен из этого сделать? Ты должен из этого облажать, но вроде опустить, сказать, что подлец, ягодяя мерзают, он обманул там на руляхе, и страну обманул, тебя обманул, в общем, он всех обманул, самый плохой человек возьмут. Я говорю, я не сделал это даже за миллион долларов, и не потому, что я снимал с рекламы. Потому что они сильно считаются, они поделились, они там аферистом, как они ему пишут, и они его делали смену. Он законами нарушал, он не сильно участвовал. Ну, у нас никаких машин, нет, так иногда только пересекаемся в передачах. Он живет своей жизнью, он бизнесмен, я актер, у меня совсем другой, который вы живете. Ну, пока нет, но я думаю, что, может быть, со временем. Ну, хотя у нас много общего. Дело в том, что я считаю, что вот многие пытаются поднять только могу. Я думаю, это причем тоже творческая личность, талантливая. Для него вот эти проекты, для него, та же, как у меня, для режиссера, поставить хорошего, то есть деньги для него вторичные, для него главный проект и творчество. А сколько уложилось? 70 тысяч. Ну, я так, если правильно понял, что там больше. Через год. Ну, я не знаю, телефон, если вы, в Одессе. Ну, я порануя его поддерживаю. Секунда 15-20. Секунд 15-20. А, давай, давай. Вот, давай. Вот так, стул где, смотрите? Да, вот здесь. Скупили. Да, так, давай. Да. Так, давай, я вхожу. Да. Ты не ваша точность. Ну, обычно я не так уж пунктуален. Просто очень любопытно. Присаживайтесь. Простите, могу я вас знать? Как вас зовут? Машуф Антон Гюбантон Генатур. Родовая фамилия. И, между прочим, исторических масштабов. Правда, во время революции ее сократили вдвое. И теперь, в моей карте, значится просто. Гражданин Машуф. Как вам сказали? Машуф. Василий. Геннадий. Геннадий. Да, да. Редкая фамилия. Не так леет сегодня. Ну что ж, вы смотрите. Геннадий. Что это еще за шут? Иногда я буду с людьми просить, чтобы вы смеялись. А? Стерна Леон. Ну, почему Леон? Я, знаете ли, привязан к своему имени? Да я буду. Чему вы привязаны? Итак, вас зовут Машуф. Вы антиквар. Геннадий. Леон. Антиквар. Я. Вовсе нет. Вы антиквар. А, понял, понял. Вам требуется антиквар. Ну, что-то вроде того. Итак, Машуф, Геннадий, антиквар. Простите, могу я знать? Вы, конечно, не против разных требностей, но я думаю, что на следующий пункт контракта вы будете за, а не против. Ваше семейное положение? Я просто. Вдовец. 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 Простите, почему вдовец? Ну, потому что вдовец. А может, я к тому же еще и бездонки навалить? Пожалуйста. И довольно нервный тип, да? Он собирает меня из разных частей, как старый колыман. С удовольствием, что я не собираю вас, а создаю вас заново, используя различные материалы. Так, с Терна Леонова, да? С Терна Леонова. А, собственно, что мне тут удалось? Симпатия, которую ты ко мне испытываешь. Симпатия, друг. Вы хотите сказать, что было давно? Перешли на «ты». Да. Давно пора. Это же после тридцать лет знакомства, а? После тридцать лет. Тридцать лет? Ну, тридцать лет, а сколько утекло воды, а? Ну, что ты на тридцать лет? Помнишь колледжами великого девочки гонишь, прогуливаются по колледжу, а? Терна Леонова. Тридцать лет. Не знаю, простите, что вы там замышляете, но ясно, что страховая компания в такую рыбакету по своей девушке не возьмет. Тебе никогда не попал фантазии, а? Никогда. Где-то фантазии. Ты будешь когда-то на полку? Многим и никогда. В казарме не было. Это не остаточное явление, а? Какие еще явления? Ну, после пола в этой рекламе. После того, как ты попал, что ты попал, что ты имеешь катастрофу, наверное, да? Ну, тебе-то чего жаловаться? Вот твоей жюриете совсем не повезло. Жюриете? Ну, твоей же немцы. Вот здесь я недолго притворку сейчас. Нет, это уж слишком. Хватит меня. Ой. Лех, это она в глазах, Лех. Она, не ты. Что ты думаешь? А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ну, хорошо. Машу. Машу. Леон. Антикбар. Завец. Естественно, веселый. Слегка забыть. А дальше. Давай. 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 Ну, выбор есть? Есть выбор. Есть выбор. А-а-а. Какой поразит! Почему?